Очень был рад получить от тебя письмо. Остальное за кадром. А за кадром самое сокровенное. То, с чего всё начиналось. А начиналось знакомство с Виктором, будущим, уже взрослым сыном. Но этому предшествовало ещё одно радостное событие. Супружеская пара Дмитрий и Дарья вместе 10 лет. Четыре года назад в их семье появились близнецы Дима и Гена. Полутора годовалых мальчиков забрали из детского дома. Однажды нам позвонили с органов опеки и сказали, что есть мальчик полутора лет. Готовы посмотреть? Я говорю, конечно. Ну, правда, их два. У него есть братик-близнец. Я говорю, конечно. Без всяких вопросов. У меня не было вообще ни одного вопроса в голове. Я только ждала того дня, когда можно скорее с ними встретиться. Спустя несколько лет Дмитрий и Дарья поняли, что в семье должна появиться девочка. Нераздумывая, пара подала документы в органы опеки. В этот момент впервые в Уссурийске запустили проект «Тайный ангел». В нём объединились шесть пар, которые решились стать наставниками подросткам-сиротам во взрослой жизни. Герои нашего сюжета тоже оказались в числе таких. Наставник, задача наставника – это не от самого слова «наставлять», а быть рядом с ребёнком, быть ему другом, взрослым другом, мудрым, таким, который сможет его после выпуска с детского дома направить в правильную колею. В проекте будущие наставники проходят курс подготовки. Специалисты знакомятся с парами, формируют характеристики. А психологи из детских домов ориентируются по ним и подбирают подопечного подростка. Когда выбор сделан, начинается игра – сокровенное знакомство в письмах. Задача – как можно больше друг о друге узнать. Тайные ангелы Дмитрий и Дарья переписывались с Виктором около месяца. После этого – волнующая встреча, где подопечный должен угадать, кто тот самый наставник. Когда вот сразу зашёл в зал, где все наставники были, ну я сначала как-то Диму вообще не заметил. Потом вот такой смотрю на Диму, блин, он что-то как-то, ну так иногда подсматривает на меня так. Ну потом как-то, блин, да это он по-любому. Перед наставниками ставят цели. Например, научить ребёнка выбирать товары в магазине, при этом рассчитывать на конкретную сумму. Прочесть книгу за определённый срок. Обязательно подопечного надо посещать раз в неделю. Но Дмитрию этого было мало, чтобы дать какие-либо знания. Пара приняла решение взять парня на гостевой режим. Подросток жил в семье и помогал во всём. Глава семьи ставил перед собой задачу научить Виктора пользоваться строительными инструментами. Вот он рассказывал Вите и племяннику моему, как правильно выбирать пилу. Если она будет с определёнными зубьями, будет красивая, но зубья там не будут какими-то, это будет плохая пила. Ну вот. Ну надеюсь, Витя тоже запомнил. Начальная цель проекта – наставничество передать навыки и умения, которые так необходимы в самостоятельной жизни за пределами госучреждения. Конечная – это семья. Когда пришла пора Виктору возвращаться в детский дом, семейная пара поняла, что для подростка хотят быть родителями. Были переживания, потому что с детьми прочее. Их ты воспитываешь и уже как-то полностью знаешь, чему ты их учишь. А здесь парень, 16 лет, уже характер сформировался. И вот это меня немножко пугало раньше. Ну, спустя время, когда уже познакомились поближе, я понял, что, слава Богу, мне повезло. Проект «Тайный ангел» планируют запустить в Уссурийске снова. Попробовать свои силы может каждый и сделать мир на несколько счастливых подростков больше. Всю информацию можно узнать по номеру телефона 8-914-682-1261 или на сайте «Приморье без сирот». Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс.